Это мой город. Я знал каждую улочку того советского города. Я, мне кажется, исходил здесь каждый квадратный метр, особенно в последний период своей службы, когда мне пришлось заниматься общественно-политической работой. Моя вся военная жизнь была связана тогда с защитой нашего города и нашей огромной страны. Я хорошо помню, какой был Брест. По-особому он, конечно, был привлекательным, для меня очень душевным, можно сказать, местечковым. Не сильно он тянул на крупный центр регионального развития, значения. Но посмотрите, каким красавцем сейчас стал наш легендарный город над Бугом, тысячелетие которого мы с вами вместе достойно отметили в прошлом году. То, что Брест сегодня по-настоящему европейский, чистый, ухоженный, комфортный и очень удобный для жизни, отмечают не только жители Беларуси, но и миллионы наших гостей. Туризм в западных областях буквально рванул с введением без виза, хотя и не всем нашим соседям это понравилось. Но мы открытая страна, нам это выгодно, и такую практику мы будем продолжать. К юбилею Брест получил западный обход, новый путепровод, который позволил перенаправить транспортные потоки и разгрузить улицы города. Это в первую очередь подарок горожанам от всей страны. Это ведь экологический проект в чистом виде, за которым в конечном итоге здоровье людей. Я уже не говорю о благоустройстве, о строительстве жилья. И не только Брест, но и другие города области, такие как Барановичи, Кобрын, Пинск, серьезно подтянулись, просто-таки прообразились за последние годы. Продолжение следует...